Итак, друзья, у нас очень важный урок номер 4, и он посвящен, наверное, самой важной теме, которая есть в паппинге, это тому, как научить себя ставить папу. Вообще, тема папа, она настолько изъезженная, изгрызенная, что на самом деле вот какой-то такой вот общей схемы, ну, пока не удалось найти. Поэтому то, что мы вам сегодня предложим с Ивановым, оно, знаете, нуждается в какой-то доработке, изменениях и так далее, и так далее. Вот поэтому большую часть вам просьба все-таки прислушаться к тому, что мы сегодня рассмотрим. Обязательно это попрактиковать, ну, не 2-3 раза, ну, потратить на это, допустим, месяц. А потом уже сознанием делается приобретенным опытом, вы для себя решите, эффективно для вас это оказалось или неэффективно. Значит, давайте от слов к делу. Перейдем. И первое, я хочу доставить из широких штаней, что? Вот такого маленького штучки. Вот. Называется она метроном. Перейдьте мне, метроном это самый лучший ваш друг. Самый лучший друг папера. Особенно, если вы делаете хореографию не сонную, а парную. Потому что, вот как вы сегодня увидите, я буду слегка торопиться, и вам будет, наоборот, все делать четко и внятно. Значит, почему это так? Потому что люди, которые изучают музыкальность, сольфеджио, играют на музыкальных инструментах, им повезло немножечко больше. И когда такие люди приходят в танец, для них работа в музыку, она более понятна, потому что их организм уже на тренировках. Люди, которым никогда музыкой не занимаются. Я отношусь к таким людям, приходится очень много времени и сил тратить на то, чтобы при развитии этот навык. Поэтому, когда вы поставите метроном, поставите перед собой камеру и заметите, что вы не всегда попадаете в нужную долю, не отчаивайтесь. Главное здесь практика, главное здесь удовольствие и главное, ну, двигаться вперед. Словно, не ржаветь. Давайте перейдем от слов в дел. Значит, совет такой. Зарядите у себя в студии, в группе, такую практику. Пока все переодевались, пока занятие не началось, каждое занятие ставьте метроном на центр зала. Значит, каждое занятие вы можете начать со скоростью 40 BPM. Значит, я отдельно в одном уроке расскажу, как устроен метроном, что такое BPM, что такое скорость, что такое длительность. А сейчас я уже как бы перейду непосредственно к основной теории. Значит, смотрите, вы на занятиях выставляете 40 BPM и каждое занятие последующее на единичку скорость увеличиваете. В среднем, чтобы подняться от 40 ударов в минуту до 90, вам идет 50 занятий. 50 занятий это в среднем, ну, 3 или 4 месяца занятий. Поверьте мне, такие занятия очень эффективные, они приучают ребят к дисциплине и учат относиться к музыке и ко времени очень уложительно. Итак, мы сейчас вот стоим не 40, а 90 ударов в минуту. И первое, с чего начинается навык развития хита, это умение ставить акцент в промежутке между двумя кликами метронома. Напомним, скорость 90 BPM, клик это на четверти, а мы, соответственно, будем стучать в 8 лучах, правильно. Итак, игра называется отскок. Раз, и два, и три, и фо, и. Спасибо. Поверьте мне, когда вы так поставите метроном, и когда вот в нем соберутся ребята, вот так вот будут хлопать по очереди, первые два занятия у всех будет гогот, все будут сжаться, и вы заметите, что люди поначалу вот этому противятся, внутренне будут. Почему это так? Ну, потому что, во-первых, не у всех будет получаться, я вас уверяю, найдутся, наверное, больше половины ребят, которые будут стучать мимо. Но с другой стороны, умение стучать под метроном, находясь в команде, он тренирует у вас именно мышление, как бы групповое, вы чувствуете друг друга, а во-вторых, вы учитесь управлять своими эмоциями и импульсами, которые в вашем теле рождаются, и ставите эти импульсы в нужный момент времени. Значит, пабинг, уникальность этого стиля заключается в том, что он учит вас не только контролю над собственным телом, но и контролю над музыкой. И вот этот вот хит, который мы проставляем в тот или иной акцент в музыке, это именно единение контроля вашего внутреннего мира, внутренних ваших эмоций и внешних явлений, а конкретно музыки. То есть вы соединяетесь изнутри с внешним миром. Вот такая философия. Итак, напомню, метроном, который стоит ставить в начале каждого занятия, начать со скоростью 40 гпм, каждое занятие повышает на единичку. Стоят у вас здесь четверти, метроном кликает, а вы стараетесь делать хлопок, буквально пальчиками не сильно шумя, чтобы не сбивать других в промежутке между этими двумя кликами. Это первый тренинг. Второй очень важный тренинг для папера, который стоит делать с метрономом, называется «Лестница доли». Сейчас мы вам проявляемся, что это такое. Значит, что мы только что сделали? Метроном снова кликает вам в четверти, а ваша задача сделать четыре такта движения. Первый такт имеет длительность целой, руками двигаете очень резко. Представьте, что у вас на кончике указательного пальца лазерный луч или, знаете, такой автоген, то есть такая плазма, которую вы режете, вот такое квадратное окно. Движение происходит очень резко. Оно не делается таким образом. Часто вы, наверное, заметили, многие будут делать вот так. Дерну, а потом линии довольны. Нет. Движение очень резкое, конкретное, жесткое, и так далее, угловое. Значит, вот этот навык, который вы приведете через лестницу вдаль, вдалее, очень активно используется в сломо технике, в дабстепе, в паппинге, в вейвинге, в, возможно, контрастах, дергалках и так далее, и так далее. Об этом чуть попозже. Итак, четыре такта. Первый такт вы делаете целую долю, то есть, значит, вы успеваете сказать раз, два, три, фо, либо бетронон успевает кликнуть четыре раза. Затем второй такт вы делаете две половинки, то есть два движения, длительность каждого, половина, целая доля. Раз, и два, и три, и фо, и. Третий такт вы делаете четверть. Раз, и два, и три, и фо, и. И четвертый такт вы делаете восьмыми. Раз, и, два, и. То есть, за один клик метронома вы делаете два движения. Раз, и, два, и, три, и, фо, и. А затем вы снова поднимаетесь наверх. Следующий такт вы делаете четверти. Два, три, фо. Затем делаете две половинки. Раз, и, два, и, три, и, фо, и. Делаете снова целую долю. Итак, упражнение с метрономом, которое вы будете использовать на ваших занятиях, состоит из двух этапов. Первый этап. В самом начале занятия вы ставите метрономом кликать, все переоделись вокруг, собрались и делают отскок. То есть, стучать в промежутке между двумя кликами метронома. Затем метроном вы ставите перед собой, группа стоит сзади вас. Вы включаете метроном и делаете два, три, спуска, два, по лестнице, горы. Давайте мы еще раз аварома продемонстрируем. Фо, и, раз, и, два, и, три, и, фо, и. Сниди. Сниди, два, и, два, два, и, три, и фо, и, фо, и, па, и, фо, и, раз, и, три, и, фо, и, раз, и, два, и, фо, и. И фо, и раз, и два, и три, и закончим. Окей? Это работа рук. Но в паппинге существуют различные варианты того, как вы будете работать с музыкой. По сути дела, хит или пап, это есть пластический акцент. То есть вы при помощи своего тела делаете какие-то маленькие движения, которые подчеркивают ту или иную форму. Это как две точки в буковке Йо, или как маленькая петелька в буковке И краткой. То есть вроде бы все знают букву Е, но как только две точки к ней присоединили, она становится несколько иной. Она становится Йо. То же самое в движении. Вы делали обычные движения, но в какой-то момент вы хотите подчеркнуть начало или окончание того или иного движения. Так вот, в качестве акцентов в паппинге можно использовать различные части тела. Мы с вами будем знакомиться с хитом, который можно делать при помощи рук. Но также очень важно развить себе навык ставить акценты при помощи тела. И здесь вы продолжаете работать с нейтрономом. Также лестницу Далей можно сделать, разрабатывая контроль над мышцами тела, а именно грудной клетки. Давайте еще раз попробуем включить нейтроном. Что, как это выглядит? Смотрите. Целую долю напряжения, целую долю расслабления. Полу-долю напряжения, половина расслабления. Четверо напряжения, четверо расслабления. Восьмое напряжение, восьмое расслабление. Раз и два и три и фон. Окей, мы немножко запутались. Поэтому, чтобы было всем сразу понятно, это не на первом занятии, конечно, приходит. Можете сделать все по отдельности. Допустим, еще раз начать, но удерживайте только целую долю. Только целую. Раз и два и три и фон. И три и фон. И раз и два. И рез напрягает. Раз и два и три и фон. Также рез, особенно и фон. И три и фон. И два. Пол-такт. Фон. И фон. И фон. Словно и трейдер. Три и фон. С и два. Не надо совершенствоваться. Внимать. И два, три. Грудные мышцы напрягаются. Цирка напрягаются. Трицепсы, бицепсы. Чего страшного? А там нет. Четвер. И восьмое. Спасибо. Итак, друзья. Это был очень большой урок. Очень много информации. Еще раз давайте суммируем, что самое важное из этого урока нужно вынести. Первое. Приобретите метрогон. Второе. Ведите в обязательную практику, если вы реально хотите научиться папингу. Даже не только папингу, а папингу, чтобы вы делали какие-то групповые постановки. Обязательное занятие должно быть метрономом. Первый тренинг. В начале каждого занятия вы его включаете и делаете тренинг-отскок. Второе. При той скорости, которую вы на том или иной уроке рассматриваете, вы делаете лестницу дали движения при помощи рома. И третий тренинг – это учиться напрягать и расслаблять грудные мышцы, а также бицепс и тридцать. Это был четвертый урок. А мы переходим к пятому уроку, в котором рассмотрим уже непосредственно то, как напрягать и как расслаблять мышцы при доработке хита рукой.